Если ты знаешь, кто такой Хаги-Ваги, поставь лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда, Алплей, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Merch Beer. И в этой игре мы с вами будем создавать свою собственную армию из монстров. Как правило, это у нас будут Хаги-Ваги. Тут, ребятки, я уже дошел аж до 46 уровня, и посмотрите, какие у меня уже крутые бойцы тут имеются. Во-первых, я очень серьезно прокачал лучника. Пока что их у меня только два, но они очень хорошо прокаченные. Есть у меня вот такой вот синий Хаги-Ваги. Это самый сильный Хаги-Ваги, который только тут пока что я встречал до 46 левела. Есть у меня два зеленых Хаги-Ваги, есть вот такой вот один желтенький Хаги-Ваги, и один есть самый слабый Хаги-Ваги. Это, ребята, Хаги-Ваги самого первого уровня, как раз таки с них мы и начинаем прокачку. Нам нужно зарабатывать деньги, и за эти деньги мы с вами как раз таки этих монстров и будем покупать. Ну а деньги, соответственно, мы с вами будем зарабатывать в сражениях. Нам нужно одолеть наших противников после того, когда мы с вами полностью разбиваем армию наших врагов, как раз таки и зарабатываем деньги. Ну или если мы проигрываем, нам тоже платят деньги, но, ну, конечно, поменьше нам платят за проигрыш, больше нам, конечно же, платят за победу. Так вот, за эти деньги мы с вами покупаем этих монстриков. У меня уже 415 тысяч есть, поэтому давайте немножечко апгрейдим нашу армию. Тут я могу покупать либо лучников за 12 и 6 тысяч, либо могу я, ребятки, покупать мечников. Давайте сперва, ребят, мы купим с вами 4 лучника и хотя бы один разочек их объединим. И вот у нас получается вот такая вот группировочка лучников, которая и будет помогать нашим сражениям. На остальные деньги давайте покупаем пехоту и тоже будем ее периодически обновлять. Итак, ребятки, объединяем всех этих вот пехотинцев и у нас получается 4 вот таких вот розовых хагиваги. Если мы их с вами объединим, у нас получится вот такой вот один синий картун кэт. Скорее всего, ребятки, что это картун кэт, потому что на хагиваги не очень так и похож. Да, кстати, у нас еще есть немножко денег, можно купить еще одного лучника. Выставляем наших воинов наперед и погнали. Сейчас у нас будет махать, сейчас у нас будет сражение и мы с вами постараемся обратно одолеть наших противников, обратно уничтожить всех вот этих вот вражеских монстров и заработать, соответственно, побольше денег. Друзья, сегодня я хочу создать какого-то нового монстра, которого пока что у меня нет. Для этого мне нужно будет выигрывать и для этого мне нужно зарабатывать, соответственно, деньги. Так, давайте тогда мы с вами пока вкачаем наших лучников. Итого, у нас появляется два вот таких вот, видите, подразделения. Мы их с вами можем объединить и у нас получилось одно подразделение лучников. Они будут наносить побольше урона. На остальные деньги покупаем пехоту. Эту пехоту тоже можно объединить и у нас получился вот такой вот один розовый хагиваги или картун кэт. Если честно, с этой стороны непонятно, но мне кажется, что все-таки это хагиваги. Кстати, два вот этих вот зеленых хагиваги мы с вами можем объединить и у нас получился двухголовый хагиваги. Чем-то он немножечко напоминает нам сиреноголового. Отлично, все наши войска мы с вами выставляем наперед. Вот лучников, конечно же, оставляем чуть-чуточку позади и тапаем кнопочку файт. Пошел у нас махач, пошли, пошло у нас сражение. Ну, надеюсь, ребят, что мы с вами побеждаем наших врагов, потому что пехота, в принципе, у нас всех и разорвала. Наш самый главный хагиваги и двухголовый хагиваги остались живы и почти здоровы. Так, друзья, тут я вижу, у нас будет какой-то новый лучник. Такого лучника мы еще с вами не встречали. Давайте попробуем вот такими вот силами его одарить. Интересно, хватит нам силушки богатырской для того, чтобы этого нового лучника завалить. И да, хватило, представляете, даже вот мы с вами ничего не покупали и нам уже хватает силы для того, чтобы пройти следующий левел и уничтожить этого главного лучника одного. Я предлагаю прокачаться, наверное, ребятушки, нам в пехоте. Давайте все деньги мы с вами обратно же потратим на наших пехотинцев. И сейчас, друзья, мы с вами создаем еще одного зеленого хагиваги. Отлично, этих вот наших маленьких хагиваги и картунгет выставляем наперед и тапаем кнопочку файт. Хорошо, друзья, я думаю, что здесь мы с вами тоже без особых затруднений должны будем одарить нашего врага. Тут видим, что моего синего хагиваги трехголового немножко, конечно, покоцали, но в целом он остался жил. Следующий левел тут у нас уже будет обратно же против нас синий хагиваги, такой самый, как и у нас есть. Нам нужно, наверное, немножко расстановку поменять. Давайте, наверное, мы с вами вот таким вот образом их и поставим. И тоже все деньги давайте потратим на нашу пехоту. Вот таким вот образом я расставляю свои войска, тапаем кнопочку файт. Посмотрим. Я думаю, что в этот раз мы с вами тоже должны победить, потому что у меня даже, если посмотреть на пехоту, пехота сильнее, чем у врага. Ну, а лучники, то, конечно же, намного сильнее, потому что у меня плюс одно подразделение. Но в этот раз, ребят, мы с вами потеряли нашего самого сильного вот этого трехголового хагиваги. Да, это уже серьезная заявка на поражение. Давайте, наверное, друзья, мы с вами попробуем сейчас еще прокачать нашу пехоту. Мне нужно просто побольше пехоты набрать для того, чтобы сразиться с следующими левелами. Потому что тут у меня будут, скорее всего, что еще сильнее монстры, еще сильнее хагиваги разные. Мне нужно вот этих вот два синих иметь и объединить их. Тогда мы с вами получим нового монстра. Он будет намного-намного сильнее, чем один вот такой вот синий. Так, отлично, пока вроде мы с вами, ребятушки, вытаскиваем эту каточку. Да, мы с вами тут побеждаем практически без особых даже потерь. Опять остался у нас двухголовые и трехголовые хагиваги желтого и синего цвета. На деньги, которые зарабатываем, обратно вкачиваем себе пехоту. И сейчас у нас будет плюс еще один пехотинец. Я думаю, что нам нужно так, наверное, поменять местами все-таки, чтобы синий хагиваги сражался против синего. Потому что они самые-самые сильные, и только вот наш синий хагиваги сможет одарить вражеского синего. Нашего зеленого уже уничтожили, нашего двухголового уничтожили и добивают нашего синего. Но у них, конечно же, не хватило сил. Мы с вами справились с поставленной задачей. Отлично, я, в принципе, двигаюсь к цели для того, чтобы купить еще одного такого вот синего трехголового хагиваги. Наверное, у нас тогда получится какой-то уже, ну, я не знаю, наверное, ребятушки, какой-то четырехголовый или что. Ну, скорее всего, что так. Так, ладненько, опять тапаем мы с вами кнопочку Fight. Уничтожаем пехоту и уничтожаем лучника. Да, ребят, вот этот вот, кстати, лучник очень и очень сильный. Если бы мы с вами потеряли нашего пехотинца, этого синего, то, наверное, его бы не так-то и просто было бы добить. Но пока вроде справляемся с поставленной задачей. Здесь мы с вами, давайте, объединяем наших хагиваги. И вуаля, друзья, вот у меня есть уже два синих трехголовых хагиваги. И я их могу объединить для того, чтобы стал, для того, чтобы получили мы с вами какого-то нового монстра. Я думаю, что четырехголового. Давайте, наверное, проведем еще это сражение такими вот силами. И уже со следующего попробуем объединить наших этих вот синих хагиваги. И, надеюсь, мы с вами, ребятушки, получим сейчас просто какого-то супер-бомбезного монстра. Давайте заценим, что же это будет за монстр. Я думаю, что это будет что-то четырехголовое, потому что трехголовый у нас уже есть. Двухголовый у нас был, трехголовый есть и, наверное, будет четырехголовый. Итак, объединяем. И это у нас вообще какой-то скелет. Ребят, глядите, это у меня вообще какой-то скелет. Капец, я думал, что это будет хагиваги, это просто скелет. Ну, ладно, давайте попробуем, ребятушки, мы с вами за этот скелет подражаться. Капец, вот это у меня, конечно, будет сейчас армия. Один скидет, два розовых таги-ваги, ну и, в принципе, ручники более-менее серьёзные. Давайте посмотрим. И чё он? О, а он довольно-таки неплохо, ребятушки, справляется с поставленной задачей. Во-первых, он очень быстрый, а во-вторых, он очень уронистый. И практически его, ну где-то до половины его покоцали, а так ему особо повреждений никакого и не нанесли. Отлично. Сейчас мы с вами, давайте тогда нашу пехоту немножечко всё-таки попрокачиваем. Ух, да серьёзный чувак, ребятки, это очень серьёзный скелет. Смотрите, как он справляется с поставленной задачей практически всех. Один он в рукопашную и сделал. Даже половину лучников пострелял, уничтожил вражеских. Давайте мы с вами, наверное, сейчас объединим ещё наших лучников. И появилась у нас обратно новая карточка. Это у нас какой-то тет, у него урон 968. Это просто бомба. Давайте тогда на остальные деньги мы с вами, наверное, закупим ещё. Давайте мечников, наверное, всё-таки ещё закупим. И попробуем ещё разочек сразиться. Нас, кстати, скелетрончик, смотрите, за три удара уничтожает трёхголовый этого синего Хаги-Ваги. То есть получается, что он намного-намного сильнее, чем этот трёхголовый Хаги-Ваги. Если бы, ребят, у меня было таких вот два скелета, я думаю, что я бы просто одними скелетами сражался бы и всех врагов уничтожал. Так, сейчас мы с вами что получается? Объединяем это всё. И у нас получился три. Давайте, наверное, вот так вот мы с вами сделаем. Так вот, я думаю, что будет правильнее. И вот таких вот у нас есть три пехотинца. Ну, конечно, из-за того, что у нас тут есть скелет, сейчас этот скелет всё порешает, всех уничтожит. А остальных воинов добьют мои лучники, кого-нибудь сможет добить скелетрончик. Но пока что, ребятки, у нас таких проблем нет. То есть наш скелет самый-самый сильный. У нас уже есть суперпрокаченный лучник, который довольно-таки неплохо себя зарекомендовал. И у нас, ребятки, есть с вами вот такой вот самый-самый прокаченный, пока что самый прокаченный скелет воин. Который тоже очень-очень уронист. И, скорее всего, что только даже один вот этот вот скелет может, ну, я думаю, что где-то левелу 5 против железно сам. То есть, в принципе, ему даже никакая помощь и не понадобится. Ну что ж, ребятушки, эта игрушка у нас, как я говорил, называется Mergebeer. И в этой игре мы с вами создавали армию различных хаги-ваги. Если вам эта игрушка понравилась, поставьте, пожалуйста, лайкусик. Кто ещё не подписался, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами был Алклей, всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok